Всем привет! Это канал Смаран, Зубик Виктор и это новостной выпуск, а точнее самые важные новости на рынке недвижимости, которые прошли за прошедшую неделю. И у нас формат остается прежним. Это 10 самых важных новостей на рынке недвижимости всего за 10 минут для того, чтобы сэкономить ваше время, рассказать самое важное. И эта информация помогает вам правильно инвестировать в недвижимость, потому что если осведомлен, значит вооружен. Поехали! Итак, самая первая новость у нас будет про управляющие компании, потому что на самом деле основная проблема многих новостройок это некачественная УК. И какую возьми-не возьми новостройку, все говорят УК плохая, берут большие тарифы, большие расходы и так далее. Есть разные ситуации, разные случаи, но что решили сделать в Госдуме? Госдума, ну а кто еще, предлагает запретить смену управляющих компаний до истечения первого года работы. То есть по факту они говорят, смотрите, пусть компания годик поработает, а мы потом скажем вообще, можно ее сменять или нельзя менять. Потому что Госдума считает, что депутат... А, сейчас... В Госдуме предложили запретить смену добросовестных управляющих компаний в домах первый год работы. С такой инициативой в Минстрой обратилась зампред комитета ГД по контролю и рекламенту Наталья Костенко. То есть письмо есть, например, у известия, чтобы это почитать. То есть депутат предложил внести изменения в действующие нормативы и запретить смену добросовестной УК до истечения одного года работы. Но при этом остается право у жильцов менять управляющую компанию до истечения этого случая в случае, если она не исполняет свои обязательства, и это доказана проверкой жилищной инспекции. Слушайте, на мой взгляд, это как всегда, когда перекладывают одни деньги с другой стороны или наоборот, потому что мы все понимаем, что всегда УК, управляющая компания, она идет от застройщика. И все. Это своя компания. И просто бывает часто УК собирает огромное количество денег, она делает это год, например, и забирает эти деньги, и потом обанкротилась, и потом приходит случайная компания. На мой взгляд, это какой-то бессмысленный закон, который кому-то просто, наверное, помогает собирать деньги. Я очень надеюсь, что это искренне депутаты хотят помочь управляющим компаниям и обезопасить наш народ. Потому что также есть такая проблема подмены решений общих собраний собственников, сказала глава комиссии общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогу, исполнительный директор ЖКХ, контроль Светлана Разворотнева. Ну, а еще бы, какие другие варианты бывают? Такое чувство, что у нас все компании, которые у нас есть, они выбраны жильцами, прошел совет, они все проголосовали и решили. Будет пик комфорт. Ну что, давайте к следующей второй новости. Она на самом деле более позитивная и интересная. В России планируют упростить регистрацию недвижимости рядом с аэропортами. Это важная новость, потому что на самом деле в России сейчас очень много недвижимости строят в из-за аэропортов. И такие проблемные проекты, как Филатов Лук, например, и у нас был самый первый выпуск на канале про этот ЖК, до сих пор является не сданным. Хотя сам по себе ЖК готов, его просто не разрешают ввести в эксплуатацию. Законопроект разработан. Упрощающий регистрацию объектов недвижимости, расположенных на приоритомных территориях. Документ был подготовлен Росреестром. Законодательные изменения призваны помочь тысячам граждан оформить права на объекты недвижимости, расположенные около аэродромов и предназначенные для ведения личного пособного хозяйства. Садоводство, индивидуальное гаражное, индивидуальное жилищное строительство гаража, дома и так далее. То есть беспокоиться обо всех нас. Но, как я понимаю, просто это связано с тем, что есть проблемные проекты. Их нужно ввести, Инград тему толкает. И вообще нужно строить возле аэропортов, потому что там сейчас дешевая земля, особенно в районе Новой Москвы и Внуково. Я думаю, просто кто-то лоббирует себе законы, но при этом мы очень надеемся, что ЖК «Филатов Лук» сдадут в ближайшее время. Почему? Да потому что наш вице-премьер Марат Хуснулин ранее сообщал, что проблема с вводом и эксплуатацией жилищного комплекса «Филатов Лук» должна быть решена к лету. Это очень хорошая новость, потому что я считаю, что ЖК «Филатов Лук» стоит рассмотреть в тот момент, когда его введут в эксплуатацию, уберут все ограничения и нужно там скупать квартиры для того, чтобы их перепродать и заработать. Третья новость. Мы говорим про рекультивацию наших мусорных куч и отходов, которые у нас есть с огромным количеством новостроек. В Минприроде опровергли информацию о рекультивации полигонов за счет населения. То есть вообще появилась такая новость о том, что в СМИ появилось сведение о том, что ведомство предложило рекультивировать полигоны с истекающим срок службы за счет включения добавки в тариф за вывоз мусора. Слушайте, я не против. Пусть они все это делают и добавляют, но и нет разницы, что будет тариф чуть повыше. Просто эти деньги направляют не на рекультивацию, они просто куда-то вывозят из одной части Москвы в другую, потом в область, потом в регион и так далее. Слушайте, это никак не решают. Но глава Минприроды Александр Козлов опроверг информацию о намерении их возложить финансовую ответственность на рекультивацию полигонов России на граждан. Сегодня в новостях прочитал и был сильно удивлен, что один из наших сотрудников прокомментировал о том, что население должно платить за полигоны. Мы не поддерживаем эту позицию. Ну что, будем надеяться, что это так, только самое главное, рекультивируйте, пожалуйста, вот все эти мусорные полигоны, делайте что-то с мусором, потому что мусор можно перерабатывать, зарабатывать на этом деньги и делать чистую окружающую нашу природу, а не вот мусорная куча, как есть, например, возле того же и Филатов Луга и возле того же Соларио Парка. Следующая очень важная новость для инвесторов, потому что Марат Хуснолин сказал, что законопроект с апартаментами должны решить до конца года. Слушайте, вот до конца года он вот точно знает до конца какого года, потому что в прошлом году он говорил, что до конца 2020 года. Сейчас он говорит до конца года, а потом скажет, ребята, слушайте, ну я сказал же до конца года, а не до конца 2021 года, потому что по слухам сейчас 1 апреля должны финально принять законопроект. Но когда мне говорят, что до конца года, то значит не факт, что 1 апреля примут законопроект по апартаментам. Законопроект о статусе апартаментов, а также законодательное решение проблемы жилых самостроев будет принято до конца года, сообщил. Видите, они называют апартаменты жилыми самостроями. Вы застройщикам тоже расскажите про это. Сообщил ТАСС, вице-премьер правительства Марас Хуснули. Сейчас мы готовим законопроект, в котором мы хотим определить статус апартаментов. Не жилые помещения, если что. В лучшем случае он будет принят в весенне-летнюю сессию, в худшем в осеннюю. По самострою мы отдельно рассматриваем, потому что в разных регионах разные ситуации. А также этот вопрос дорабатываем, потому что и законодательно в этом году примем все решения. Цитирует Хуснули на ТАСС. Я очень надеюсь, что они сделают это все в ближайшем время. Потому что самостроев много, апартаментов много. Нужно как-то людям получать временную регистрацию, прописку, а нам, инвесторам, зарабатывать. Поэтому ждем изменения по законодательству. Пусть, может быть, хотя бы для Москвы решит. А потом уже проверят, все обкатают и сделают на других регионах. Пятое. Важная новость. Не знаю, радуется или нет, но по итогам 2020 года в России обанкротилось 162 застройщика, которые возводили 374 дома. Это 2,4 миллиона квадратных метров. Ребята, это очень серьезно. По итогам 2020 года в России обанкротилось 162 застройщика, которые возводили 364 дома. Пишет Комеса, ссылка на рейтинговое агентство строительного комплекса. По расчетам агентства, за число банкротств за год сократилось на 12%. Ну что ж, это хорошая новость, видимо, если рассматривать с точки зрения цифр. Потому что по итогам 2020 года на долю таких девелоперов приходилось 16% всех банкротств отрасли. А по итогам 2019 года 19%, 18% 20%. То есть мы видим положительную динамику. Я на самом деле не знаю, как они эти цифры преподносят нам. Они преподносят, что количество банкротств снижается. Но я понимаю, что на самом деле это снижается только за счет того, что большое количество проектов появляется только у одного застройщика, который контролирует отрасли. Поэтому только за счет этого, наверное, можно как-то обезопасить граждан. Я очень надеюсь, что крупные застройщики вообще не будут банкротиться, потому что у нас есть эскроу-счета. Шестая новость. Заявление Дом.РФ. Потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке исчерпан. Потенциал дальнейшего снижения по ипотеке в рыночном сегменте исчерпан. Прокомментировали в Дом.РФ официальную статистику по рынке жилищного кредитования Банка России. То есть по выданной ипотеке средней ставки составили 7,23 на вторичку и 5,86 на первичном рынке. Это минимальное значение за всю историю рынка. То есть, как я понимаю, они сейчас намекают на то, что, ребята, ставки ниже больше не будут. Берите недвижимость сейчас, а то потом она, возможно, упадет в цене, но и при этом ипотека снизится. Конечно, если ставка начнет увеличиваться, и мы увидим большое количество введения проектов в эксплуатацию, мы увидим нераспроданность проектов, то это все, конечно, повлияет на снижение стоимости недвижимости. То есть недвижка пойдет чуть-чуть вниз. Но потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке исчерпан. Именно говорит так руководитель аналитического центра Дом.РФ Михаил Голдберг. Он подчеркнул, что на этих условиях важно сконцентрироваться на реализации системных мер по развитию ипотечного кредитования. То есть я думаю, что они, конечно, это все понимают и нацелены на то, чтобы недвижимость, наверное, осталась в текущем рынке. Ранее Сбербанк России, кстати, опубликовал статистику по рынку ипотечного кредитования. По данным ЦБ, в январе 2021 года банки предоставили заемщикам ипотечный жилищный кредит на сумму 259,5 миллиарда рублей, что на 37,4% больше, чем в январе 2020 года. Ну, это, конечно, не очень положительно, но я очень надеюсь, что наши заемщики будут хорошими и будут платить. И таких заемщиков, то есть и плохих заемщиков не будет больше, чем 3%. Иначе нас ждет кризис. Далее. Важная новость, наверное. Сбербанк увеличил срок кредитования по льготной ипотеке до 30 лет. То есть было 20 лет, теперь 30 лет, плати эту льготную ипотеку. Сбербанк увеличил максимальный срок кредитования по программе ипотеки Господдержка 2020 на приобретение квартиры на востройках с 20 до 30 лет. По словам зампредоправления Сбербанка Кирилла Царева, это позволит выбрать более комфортный платеж по ипотеке и снизить финансовую нагрузку. Я понимаю, что банки понимают тоже, что люди могут не платить ипотеку. Ну то есть у них могут закончиться деньги. Доходы населения не растут. Что нужно сделать? Скажите, ребята, вот у вас был платеж 18 тысяч, платите его не 20 лет, а 30 лет. Будет 16 тысяч рублей. Это же вам поможет очень сильно. 2 тысячи рублей вам очень сильно сэкономит семейный бюджет, а нам увеличит доходность Сбербанка. И мы можем построить еще один офис, отделение, еще что-то там с ЖК, может быть, построим. Программа ипотеки с господдержкой является лидером в выдаче на первичном рынке, составляя около 90% ипотеки на новостройке. Ну еще бы. Более 200 тысяч семей по России уже воспользовались программой ипотеки. Ну, наверное, из 200 тысяч семей еще, наверное, 20 тысяч инвесторов. Вот. И они сейчас могут выбрать себе комфортный платеж по ипотеке. Стандартная процентная ставка по ипотеке господдержка составляет сейчас 6,4 годовых. При использовании сервиса электронной регистрации ставка по ипотеке снижается на 0,3% пункта, то есть до 6,1% годовых. Это тоже очень важно. Если вы берете ипотеку, всегда ее может делиться в электронном виде, ставка будет всегда снижаться, и застройщики дают еще скидки на квартиры при электронной регистрации. Обязательно это учитывайте и знайте. Следующая новость, наверное, довольно позитивная, хорошая. Дом.РФ вместе с группой компании «Инград» сделал ставку ипотеки 3,7 годовых. Я думаю, что это тоже хорошая новость для будущих дольщиков «Инграда», но давайте более детально ее разберем. Дом.РФ в партнерстве с «Инградом» запустили программу субсидирования ипотечных ставок. Субсидирование. То есть при покупке квартир ЖК «Топ Хиллз» в Москве можно, соответственно, купить ЖК «Топ Хиллз» сейчас бизнес-класса по 3,7%. Я думаю, что это связано с тем, что продажи «Топ Хиллз» не очень-то хорошо идут. Ценник-то уже вырос, нужно привлекать людей. Но если вы хотите 3,7, себе ипотеку, то будьте добры, предоставьте официальные документы, подтверждающие вашу занятость, подтверждающие доходы и занятость с выпиской из пенсионного фонда РФ, который можно заказать через сотрудника банка. Ну что, вас будут проверять и будут смотреть ваши доходы. Справка из банка здесь уже не проканает. Девятая новость. Очень важная для дольщиков МИДС. Да, мы практически в каждом новостях будем делать апдейт по ситуации с МИДСом. Но застройщик МИДС опять пробил очередное дно. Последняя информация по ЖК или Новой Аллее показывает, что второй год ГК МИДС... Как их можно назвать группой компаний? ГК МИДС не может сдать в эксплуатацию 4 дома первой очереди. Первоначальный срок сдачи был 4 квартал 2019 года. Но передача ключей, согласно ДУ, апрель-июль 2020 года. Ну там же пандемия началась, мы смотрели ролик, если смотрите, посмотрите выпуск с МИДСом. Но на сервисе проверок новостроек статус до сих пор строится. И 1 февраля дольщики ЖК Клиновой Аллее официально перешли в статус пострадавших и теперь считаются обманутыми. Так как просрочка исполнения обязательств составила более чем 9 месяцев. Но самое смешное, это официальный ответ ГК МИДС. Добрый день, отказ получен по формальным причинам, дома полностью готовы, пожалуйста, не беспокойтесь. Слушай, если бы не беспокоились, то, наверное, и нас, как блогеров, пригласили бы посмотреть данные ЖК. И ключи бы сдали до конца года, и все были бы рады и счастливы, и люди уже начали бы сделать ремонт. Но, видимо, что-то не так, и по моим слухам, по моей информации, говорят, что там какие-то финансовые проблемы есть, и нужно кому-то что-то занести. Но это не точно. Но это не точно. Поэтому давайте к следующей новости. Десятая новость будет положительная, хорошая, и я поддерживаю такие новости, потому что в Москве откроется первый каворкинг, расположенный в жилом комплексе. И, конечно, этот каворкинг будет в ЖК Саловский Сити от МР Групп, и они большие молодцы. МР действительно классные ребята, и стоит нам с ними сделать обзор. В Москве откроется первый каворкинг, расположенный в жилом комплексе SeoSpace by Moz на 1100 квадратных метров. Займет второй этаж, потому что нужно, чтобы он был, второй этаж башни мулофинциального комплекса Саловский Сити от МР Групп. Проект позволит объединить в себе корпоративный каворкинг и мини-офисы. Я думаю, там какой-нибудь Сбера будет сидеть, еще кто-то. На территории располагается корпоративный блок на 100 рабочих мест, 9 смарт-офисов, 4-8 рабочих мест, ветхолы и так далее. По словам Рустама Топчева, заместителя генерального директора МР Групп, такой формат позволит бизнесу дотичь мощного синергетического эффекта. Благодаря коллаборациям с крупными брендами, пространство будет для аренаторов открыто в конце второго квартала 2021 года. Это замечательная новость, потому что чем больше каворкингов внутри жилокомплексов, тем больше дорогой аренды в этом ЖК. И поэтому, если вы рассматриваете, наверное, вариант под аренду и хотите заработать денег, смотрите сейчас в район Дмитровской. То есть, либо это Д1, либо Савеловский Сити. Там можно точно довольно дорого сдавать квартиры, студии и однушки и зарабатывать на это деньги. Ну что, это были самые важные 10 новостей на рынке недвижимости. Если какие-то новости происходят, обязательно сообщайте нам в наш телеграм-канал, либо пишите нам в личку вообще максимально возможные доступные варианты. Если у вас есть самая важная новость, о которой нам нужно рассказать в наших новостях, как бы это ни банально звучало, то пишите нам в наш телеграм, и мы будем обрабатывать ваши запросы и выбирать самые интересные новости, потому что вы можете также стать с нами автором. Ну что, с вами был Зубик Виктор, канал SmartVent про недвижимость. Инвестируйте в недвижимость с умом, ищите новости, информацию, делайте правильный выбор. Всем спасибо, пока! Субтитры создавал DimaTorzok